Пастор проповедует Пастор проповедует Пастор проповедует Пастор проповедует Пастор проповедует Коучи Лайфкоуч Такой Коуч жизни Скажи нам, пастор Пять-семь шагов, как жить Но я хочу даже, чтобы в молчании моем В паузах Дух Святой говорил Вот это тогда ценно Тогда церковь жива Потому что пусть Иисус говорит Пусть Он поправляет И прежде чем я буду проповедовать, продолжая говорить о видении на год, о сеянии и жатве, я хотел бы зачитать один комментарий, который, я не знаю кто, может быть это человек из нашей церкви, может быть не из нашей, может быть вы узнаете себя, простите, но вы выставили этот комментарий в публичное поле, и я имею право его зачитать, потому что туда заходят все и читают. Этот комментарий о том, что мы должны проповедовать Евангелие Иисуса Христа посредством наших соцсетей и ютуб канала, сегодня есть такие инструменты, но к сожалению, я говорю об этом, но мы не пользуемся этим. И вот этот человек, он пишет, он написал сначала один комментарий, что он не понял, о чем слово на год, это под словом на год, и я сказал, что вы посмотрите еще внимательно проповедь, там есть мысли, которые я говорю, и еще раз пересмотрите, я думаю Бог будет вам говорить. Я сказал о том, что, а если вы не из нашей церкви, то может быть вам и слово это не нужно на год, потому что мы даем это слово на год для своих прихожан. Ну и человек написал, говорит, а почему мне можно или нельзя вообще комментировать, если вы скажете не комментировать, я не буду комментировать и буду вам в личку писать. И вот он написал такие слова, мне очень они понравились, он сделал такую выкладку, не поленился, посчитал все, мне нравятся такие люди, которые вот скрупулезно подходят ко всему и вот ответственно делают свое дело или ответственно делают то дело, которое они хотят делать. И вот он написал следующее, я пропущу первую часть, он говорит, алгоритмы у ютуба и в соцсетях таковы, что видео, которые больше комментируются и лайкаются, показываются гораздо большему числу людей, это действительно так. Чем больше просмотров, тем больше она выскакивает в ютубе и тем больше людей могут видеть. Если в церкви на служение человек пишет, приходит примерно 300 человек, то это видео уже посмотрели 2048 человек, это видео слово на год, которое я говорил. Охват гораздо больше, почти в 7 раз, чем на собрании, да? Хорошо это, он задает вопрос, вроде да, но он, этот охват, может быть в разы больше, если каждый член церкви оставит и лайк, и комментарий. А что происходит на сегодняшний день? У этого видео при 2048 просмотрах всего 15 комментариев и 45 лайков. Вычтем тех, кто посмотрел видео больше одного раза, как я, затем предположим, что комментировавшие видео входят в число поставивших лайки, и получится, что реакция на видео, реакцию на видео оставили примерно 2% посмотревших. То есть из каждых 100 человек, умеющих смотреть видео в ютубе, у 98 проповедь не вызвала никакой реакции. Вы просто не посмотрели ее, а может быть и не посмотрели, просто лайк поставили. И он пишет, с трудом верится, всегда много тех, кто пишет спасибо, пастор, все классно, мы лучшие. 10 из 12 внешних комментариев. Но позвольте, а где остальные? Получил для себя слово? Напиши. Услышал напоминание истины? Поделись. Не понял ничего? Напиши, конечно, если вы как пастор позволите, хотя чаще всего именно комментарии с вопросами, которые порождают ответы и дискуссии, негативные комментарии, даже ругань на ругане, в итоге приводит к тому, что видео просматривается в разы больше. Ситуация такова, что из всех прихожан, ухожан церкви, большинство никак не несет слова истины в мир. Хотя иногда задумываются об этом, мучаются от обличения совести и не знают, как же нести это слово истина. Но вот если каждый честно откомментирует, то просмотров может быть не 2048, как на этот момент, а 20 тысяч, то есть в 10 раз больше. А это задумайтесь столько же, сколько придет в церковь за все 52 воскресения в год. Молодец этот человек. Если считать, что каждое воскресенье приходят в помещение церкви и слушают проповедь, 384 человек, у нас только не приходят, меньше. А ведь просмотров может быть и 30, и 100 тысяч. Стоит ли оно того? Мне кажется, стоит. Ну вам решать, пастор. И если стоит, то конечно на каждом служении надо напоминать и просить, что пожалуйста, посмотрев видео проповеди, поставьте лайк и напишите комментарий. Напишите честно, не надо лгать в комментариях. Мы вам ответим обязательно и так далее. Уверен, что со временем, во-первых, все члены церкви привыкнут это делать, и количество просмотров в каждой проповеди сильно возрастет. С годами может достичь очень большого охвата. А ведь это одна из тех вещей, к которым мы стремимся. Спасибо вам этому человеку. Вот классно, здорово все. И мы такие, аминь. Пошли домой, опять забыли. Ну зачем так делать? Зачем? Мне интересно, почему вот, либо действительно, знаете, я уже комплексовать начинаю. Я каюсь перед вами. Я думаю, я так плохо проповедую, что меня не смотрят. Я говорю, Господь, что мне делать? Я других пересматриваю, думаю, ну не лучше вроде бы. Ну вот других пересылают друг другу, а своих пасторов не рекламируют. Свою проповедь стесняетесь или что? Мне так нравится, когда приезжает другой проповедник, передние ряды сидят, аминь, аллилуйя, вскакивают там, аплодируют. Пастор проповедует, сидят с таким лицом и думаешь, правильно говорю, неправильно говорю, не знаю. Ну вы как-то реагируете, что ли? Друзья, это проповедь Евангелия. Сегодня такой мир. Сегодня он так устроен. И когда человек хочет проповедовать Евангелие, просто поставь статус, слово, церковь свою там отрекламируй. Пастору слово на год перешли. Сам посмотри. Напиши комментарий. Ничего не понял. Даже такое. Ничего не понял. Пастор, поясните, о чем вы здесь говорили. Я отвечу. Ему будет живой сайт. Люди будут видеть. Ага, тут какая-то дискуссия идут. Будут открываться какие-то истины. Ну так же все работает. Ну не будьте инертными. Не будьте ленивыми. Я вас очень прошу. Это не для моей популярности. Мне вообще она не нужна. Она меня не устраивает. Я не люблю, когда люди мне дифирамбы пишут. Я наоборот лучше в критике подискутирую там что-то как-то, чтобы найти истину. Я не боюсь, когда люди задают вопросы. Мне не нравится, когда откровенно очерняют человека, грязь льют какую-то. Это да, это некорректно. А когда просто задают вопрос, даже который ставит тебя неудобное положение, это нормально. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, давайте повысим рейтинг просмотров нашего ютуб-канала. На сегодняшний день неплохой продукт мы делаем. Наши ребята стараются. Сегодня мы такие камеры купили с таким качеством картинки, что не у каждой церкви большой такое есть. И это остается в пренебрежении. Сердце страдает, честное слово. Открываю вам свою боль. И прошу вас, давайте изменим эту ситуацию вместе. На это же ведь нужно, друзья. Вот я специально замечал, я заходил под видео. Вот посмотрите там видео, которое другие гости делают у нас. Я захожу под видео и оставляю какой-то комментарий. Я замечал, на это требуется 38 секунд. У вас есть 38 секунд вообще в неделю? Есть, да? Ну, потратьте их, пожалуйста. Слава Богу. Примем причастие и пойдем по домам. Аллилуйя. Слава Господу. Потому что вот этот человек, он мне понравился. Если вы здесь сидите, подойдите, покажитесь, чтобы я видел вас. Не для того, чтобы мстить, честное слово. Просто так вот, такой расхлад в цифрах. Все, восхищаюсь такими людьми. Слава Богу, друзья мои. Я продолжаю проповедовать на тему жатвы и сенья. Мы так назвали год. Не сенья и жатвы, а жатвы и сенья. Потому что Бог сначала дал слово о жатве. Он сказал, что есть люди, которые в своей жизни сеяли. Сеяли со слезами. Вы уже сели, вы уже трудились, вы уже старались. Вы уже что-то делали в своей жизни. И может быть даже похоронили этот посев. И уже не надеетесь на то, что вы пожнете. Так вот, я хочу сказать вам. Бог сказал, что в этом году он даст таким людям пожать обильную жатву. Вы забыли. Вы уже, может быть, потеряли надежду. И не ожидаете, но Бог не забыл. Бог ничего не забывает. И он обязательно вам даст пожать. Аминь. И потом мы сказали, пожинаем мы для того, чтобы дальше сеять. Чтобы дальше сеять и больше сеять. Не пожинаем мы лишь для того, чтобы богатеть. Некоторые думают, о, жатву соберу и стану богаче. Станешь сто процентов. Но жатву Бог дает для того, чтобы ты еще больше мог сделать. Собрав эту жатву, чтобы у тебя были ресурсы, которые ты можешь потратить на Царство Божие. Бог так все устроил, что то, что посажено, оно умножается. Поэтому будьте сеятелями. Будьте сеятелями. Бог назвал нас сеятель и жнец. Друзья мои, и мы должны и жать, и сеять. Это наше призвание. И в прошлый раз я говорил о том, что Бог особенным образом благословляет драгоценные семена. Вот не просто обычное семя. Бывает обычное семя. А то, что ты взял и оторвал, так скажем, от сердца. То, что ты сеял со слезами. То, что было тебе по-настоящему дорого. Потому что, когда ты расстаешься с дорогим, всегда твое сердце скорбит. Ну, не может быть так, чтобы ты раз вот так с легкостью расстался с дорогим. Может быть, ты улыбаешься, когда это делаешь, чтобы люди другие видели, какой ты натренированный в даяниях. Но внутри у тебя все равно есть понимание, что ты расстаешься с чем-то дорогим. То, что дорого твоему сердцу. И вот Бог, Он особенно благословляет такие семена. И мы также сказали, если мы хотим достигать чего-то в своей жизни, в любой сфере своей жизни, мы должны посвящать себя. Посвящать себя этому. И также мы сказали, что посвящение – это не время или не только время, которое мы тратим. Это больше всего отношение. Это когда мы все делаем от сердца, от души, наилучшим образом, как для Господа. Даже если мы это делаем в течение пяти минут. И вообще, Павел в послании к Колоссянам в третьей главе дает нам такую мысль о том, что если мы что-то делаем в своей жизни, как для Господа, не важно что, воспитываем детей, строим семью, созидаем свой бизнес, даже занимаемся спортом, даже рисуем, творчеством занимаемся, рисуем, стихи сочиняем, поем. Не важно что, если мы внутри имеем отношение, что сейчас я занимаюсь спортом, как для Господа, чтобы Бог увидел, как я прекрасно сложен. Это не хвастовство, это чтобы прославить Господа, что Божий человек, он красив не только внутри, как некоторые сосредоточились, лишь бы внутри быть красивым. Нет, Божий человек должен красив и снаружи, и внутри, и духовно, и душевно, и мыслями своими, и словами своими он должен быть красив. Он всем, что имеет, всем, что имеет, должен прославлять Господа. И если ты занимаешься именно так, как для Господа, думая, занимаясь спортом, прославлю не свое тело, не себя лично прославлю, а пусть Бог будет прославлен через это, пусть через мой бизнес Бог будет прославлен, пусть через мою семью Бог будет прославлен, пусть через моих детей Бог будет прославлен, пусть они будут хорошо воспитаны. Таким образом, чтобы люди говорили, вот у этих детей воспитание прекрасное. Знаете почему? Потому что их родители ходят в церковь Ковчег, и у них классный пастор. Вот если вы так делаете, если вы так делаете, то что бы вы ни делали, Бог говорит, вот это зачтется вам как служение Богу. Представляете, воспитываешь детей, как для Бога, служение Господу. Занимаешься спортом даже, как для Бога, это служение Господу. Это не только в церковь прийти послужить, друзья мои. Все, что прославляет Господа, все служит Ему. И Бог говорит, вот в таком случае вы получаете воздаяние от Него. Бог не оставляет это без внимания, Он обязательно вас благословит. Другими словами, что сеем, то и пожинаем. И другими словами, то, что мы посеяли, или тому, что мы посеяли, Бог дает обилие посеянному. Обилие. Вот если ты сеешь вот так в дела себя, делаешь как для Господа, вообще не вариант, чтобы это не принесло обилие. Потому что сам Господь заботится о том, чтобы этому, то, что делается для Бога, было обилие. Много всегда бывает. Воспитываешь детей, как для Господа. Бог благословляет это воспитание, и дети становятся послушными. Аминь. Если воспитываешь детей, как для себя, а чем отличается? Потому что можно воспитывать детей, как для себя, чтобы тебе удобно было. Чтобы они не шумели, чтобы они по струнке ходили, чтобы они не тратили твое время. Чтобы ты это время мог использовать для себя. Тогда это не принесет такого результата, как для Бога. А когда ты воспитываешь и думаешь, воспитываешь детей, на детях почему-то сегодня сосредоточился. Наверное, кому-то надо. Воспитываешь и думаешь, пусть мои дети прославят Господа. Пусть они будут жить так, чтобы люди, глядя на их жизнь, воздавали хвалу Богу. Бог обязательно даст этому обилие. Потому что это для Него. Аллилуйя. Также мы сказали, друзья, что у нас всегда есть, что посеять. Всегда есть, что посеять. Потому что Бог дает семя сеющему. Тебе не надо его искать где-то. Придумывать, что же тебе посеять. Тебе Бог уже дал, что посеять. Давайте посмотрим одну из притч, которая является аналогией сегодняшнего времени. Она прообраз сегодняшнего дня. Когда Господин ушел и оставил своим слугам таланты, друзья мои. Эта притча находится в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матвея. Мы сегодня будем читать из Евангелия от Матвея. Здесь говорится о Господине, который ушел и оставил таланты. Талант – это мера денежной единицы. Но не монета, а вес. Здесь говорится о таланте серебра. Потому что мог быть талант золота, мог быть оловянный талант. Здесь такое среднее значение взято. Талант серебра. И сказано о Господине, который дал своим рабам. Друзья мои, когда мы читаем эту притчу, мы понимаем, что это аналогия сегодняшнего времени. Потому что Иисус, Он тоже на какое-то время ушел на небеса. Он сегодня наш Господин. Некоторые к Нему относятся как к фокуснику, как к факиру, как только к даятелю. Но прежде всего Иисус наш Господин. Тот, который распоряжается нашей жизнью. Если вы сегодня являетесь верующим человеком, то однажды вы произносили такие слова, что Господь, возьми мою жизнь в свои руки. Ты говорил, стань моим Господом и Спасителем. Господь или Господин, это тот, который управляет. Тот, который распоряжается. Вы своими словами сказали, Бог, моя жизнь не принадлежит мне. Она принадлежит тебе. И ты распоряжайся. И знаете, здесь притча не о людях, которые не верующие. Здесь притча о верующих людях. Потому что здесь сказано, что Господин дал рабам своим таланты. Он не давал всем подряд. Сегодня мы знаем, есть два царства. Царство тьмы и Царство света. Сегодня мы знаем из послания к Ефесянам о том, что те люди, которые не пришли к Иисусу Христу и не приняли Его своим Господином, и не приняли Его своим Спасителем, они сегодня живут по воле князя, господствующего в воздухе. То есть там тоже есть Господин. И мы даже порой, когда жили в Царстве тьмы, не подозревали, что мы живем по воле дьявола. Сегодня не модно рассказывать о том, что есть ад или рай. Сегодня люди мне говорят, давайте будем толерантными, давайте не будем говорить о том, что грех это грех, это проблема. Давайте не будем говорить, что люди из-за того, что уникают в своих грехах и не приходят к Господу, они не пойдут в ад, они пойдут в рай. Сегодня много путей, сегодня экуменизм захватывает сердца людей и говорят, что разные пути есть, понимаете, разные пути есть к Богу. Не важно, что вы не исповедуете Иисуса Христа, как своего Господа, не важно, вы обращаетесь к какому-то Богу, нет у Него имя, Он как сила, или как еще что-то, вы тоже пойдете в рай. Бог всех спасет. Неправда. Только одним именем может спастись человек. И это имя не Олег Булкин. И даже не Владимир Арутюнов. Даже не Сергей Риховский. Это имя Иисус Христос. И только Он спасает, друзья мои. И нет другого имени под солнцем написано. Это Библия. И мы стоим на этой истине и будем стоять. Поэтому есть те, которые подчиняются одному Господину, а есть те, которые подчиняются другому Господину. Вопрос, в каком мы сегодня царстве? И вот в этой притче рассказывается. Ибо Он поступил как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих. Интересно, что в этом стихе 14 стих, Евангелие от Матвея, 25 глава я читаю. Интересно, что в этом стихе, хотя это ни о чем не говорит, потому что, когда Писание писалось на греческом языке, вообще не было стихов, вообще не было абзацев, вообще даже глав, по-моему, не было. И не было там ни заглавных, никаких букв других, которые выделяли значимость и подчеркивали важность лица. Но здесь вот, когда русский перевод делали, написали Он, хотя речь идет о Господине, с большой буквы. Вы понимаете, что, когда в Библии написано с большой буквы, тогда это идет речь о Господе или о Духе Святом. Иногда Дух написано с маленькой буквы в русском языке. Я говорю, это ничего не значит на самом деле. Это просто авторы так относились. Там надо выяснять, надо контекст смотреть. Иногда ошибка даже в этом бывает. Но просто здесь вот авторы, просто так, как замечание, они употребили это слово Он с большой буквы. Как бы вот говорю, аллегория с Богом. Или относятся как к Богу. И говорят, вот, отправляясь в чужую страну, призвал рабов, смотрите, своих. Не призвал всех рабов, а своих. И поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгим временем приходит господин рабов тех и требует от них отчета. Друзья мои, никто, никто, еще раз говорю, не избежит отчета перед Богом. Нам всем придется предстать перед ним и дать отчет. И некоторые люди думают, что они там, стоя перед Богом, оправдаются. Они расскажут Богу такие душесчипательные истории, из-за чего они не могли действовать. Что Бог посмотрит на них и скажет, действительно, у тебя была объективная причина. Действительно это так. И он как бы будет ими убежден и сделает им снисхождение. Так не будет. Отрезвитесь. Друзья, я слышал истории, когда люди предстояли в своей смерти, они имели клиническую смерть перед Господом. Они видели Господа, Бог подходил к ним и говорил простые слова. Давай посмотрим, как ты жил. И говорит, мгновение ока их жизнь проносилась просто перед их взором. И они понимали, что они грешники. Посмотрите на Исаию. Он упал перед троном и сказал такие слова. Он говорит, я человек грешный, с грешными устами, живущий среди развращенного рода. Он не стал говорить, Господь, подожди, ты знаешь, почему я сказал вот это слово? Это вот Игорь Князев меня вынудил тогда, так сильно раздражил, что я не вытерпел и сказал это слово. Давай не зачтем его. Так не будет. Вы не убедите Господа. И он говорит, что он придет, притча говорит, придет и спросит с каждого из нас. Мы каждый не толпой, друзья мои, в церкви встанем и будем отчитываться. И ты так затеряешься где-нибудь, так среди братьев затешишься или среди сестер, а пастор будет такой, ну да, да, это мы вот, ну знаете, так вот. И пастору он так нагоняй даст, Бог, почему ты их так научил? И пастор примет на себя все обвинения, а ты там в сторонке отстоишься и выйдешь потом и в рай придешь. Так не будет. Каждый, скажи каждый, скажи и я в том числе, дам отчет. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Я не знаю, как вот этот стих толковать, друзья мои, но я когда читаю много раз, я по-другому раньше думал, я раньше думал, что господин дал этому человеку пять талантов, и он ему принес назад десять. А здесь сказано, он принес ему других пять талантов. То есть те, которые ему дал, господин, он как бы себе оставил. И мы в конце об этом еще поговорим. Дальше посмотрите, господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел так же и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта. Вот не знаю, зачем это слово ставит. Он сказал, вот тебе четыре, вот я мучаюсь теперь, не знаю, нигде ответа не могу найти. Может быть, неправильно перевели, во всех источниках смотрю, как он отдал? Отдал четыре или другие два? Подумайте. У меня есть ответ, я нашел ответ. Ответ знаете какой, забегая вперед? Знаете какой? Ничего не отдал, все осталось ему. Там в конце сказано в этой притче. Все осталось ему. Мы сейчас дойдем, посмотрите, подошел так же, получивший два таланта, сказал господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант, ты сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я пришел, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, внимание, почему я вначале сказал, и отдайте имеющему десять талантов. Было бы написано, и отдайте у того, у кого было десять талантов, которые я забрал, отдайте имеющему десять талантов. Ибо всякому умеющему дастся и приумножится.